Всем привет! В эфире Мослекторий. Иногда некоторым из нас хочется бросить всё и улететь на край света, чтобы за сотни километров не души. Для этого идеально подходит Антарктида. Про нём мы сегодня и поговорим. У нас в гостях Айнур Галин. Айнур, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Айнур, а можно вас назвать полярником, если вы посетили Антарктиду? Как тут вообще статус даётся людям? Данное звание придумал Артур Челингаров, который, к сожалению, сейчас скончался. Вот буквально недавно людей, которые работают или посетили или ещё что-то в этом роде Северный или же Южный полюс, называют полярниками. То есть это статус, он как бы не государственное какое-то звание, за это удостоверение или льготы, или ещё что-то не даёт. Это просто междусобочек, так сказать. Хорошо. Насколько легко или сложно стать полярником? Каков был ваш путь, как вы к этому пришли? Условия отбора, они не строгие. Они не какие-то там невыполнимые. То в большей степени зависит от человека, в том плане того, что готов ли он на какие-то лишения, готов ли он расстаться с тем комфортом и с тем уровнем благ, какие у него есть на большой земле. И срок там немаленький, срок целый год, а то и больше может быть. Если он на всё это готов, дальше уже смотрят на его уровень образования, кем он там может подойти, на уровень здоровья. Только после этого уже можно оформить. В принципе, профессий и специальностей, которые работают на станциях в Антарктиде, достаточно много. В вакансии также есть. И изъявить желание, если подходить по всем критериям, то любой, в принципе, может пойти и 20-летний, и 50-летний. — Я знаю, Роскосмос, например, то ли в этом, то ли в прошлом году объявил прям открытый. Ну, кастинг, если можно назвать, на космонавтов. И гражданские люди, не пилоты, могли, собственно, попытать свои силы с каких-то профессий. Как заявиться? Например, я доктор, слесарь, бурильщик, повар. Есть какие-то органы, куда обратиться? — Есть организация, а не Арктический, Антарктический научно-исследовательский институт. В этом институте есть подразделение РАЯ. Это российская антарктическая экспедиция. Там всегда указываются вакантные места. На станции, на любой станции, нужны те же повара, те же радисты, те же механики-водители, те же врачи-анестезиологи, врачи-хирурги. Список достаточно большой. Любой желающий может написать, отправить резюме, его рассмотрят. И в случае, если кандидат подходит, его пригласят на собеседование, прособеседуют его, узнают его жизненные позиции, посмотрят на него. Потому как надо отдавать должное тому факту, что человек должен не просто хотеть, он должен понимать, куда идет. Сложности в Антарктии не только в экстремальных погодных условиях. В первую очередь, это ограниченный круг лиц, стесненные условия. То есть, самая большая станция, Новолазовская, насчитывает всего 30 человек. То есть, 30 человек, 30 мужчин, с которыми ты будешь целый год контактировать. У тебя не будет возможности уйти куда-то, еще что-то сделать. Все свои проблемы, все свои какие-то мучения, тебе придется делиться этими людьми. Также эти люди будут делиться с тобой. Есть поменьше станции, та же станция Восток. До недавнего времени количество людей, зимовщиков, насчитало порядка 13-15 человек. А вы сказали, мужчины, там женщин не бывает? Женщины, девушки, женщины, они в сезон приезжают на сезонные работы. То есть, у нас сейчас легкую ремарочку сделаю. Антарктида в Южном полушарии находится. И лето, как и во все в Южном полушарии, там декабрь, январь, февраль. Сезоном называется теплое время года. То есть, с декабря по февраль. Теплое сразу это что значит? Теплое это значит, что там не за минус 30. И суда или же самолетом может подойти к материку. Потому как, начиная где-то с мая месяца по конец октября, к берегам Антарктиды ни один ледокол просто не сможет подойти. Ни один самолет не сможет туда приземлиться. Вот в этих условиях как бы и интересная Антарктида. А то есть, получается, там люди, грубо говоря, законсервированы. Если что-то случится, нет какого-то экстренного. Совершенно верно. Вот в отличие от тех же космонавтов, да? Если у космонавта что-то там экстраординарное случается, его в любой момент можно оттуда спустить. С полярниками проблема в том, что если с ним что-то случается, то вернуть его оттуда нельзя. Только своими силами, своим здоровьем, своими умениями, знаниями и тем, что есть непосредственно станции. Ничего себе. Ну, давайте мы про это позже поговорим, как устроен быт. А сейчас хочется понять, как физически можно оказаться на Южном полюсе. Пешком туда не дойти, вряд ли можно купить туда рейсовый билет на обычном самолете. Так, ну, физически существует два варианта добраться до Антартиды. Это надводным транспортом, научно-экспедиционными судами или же самолетом. Так, научно-экспедиционные суда у нас в России, которые уходят в Антартиду, это Академик Трешников и Академик Федоров. Вот, где-то в марте, в октябре, в октябре, в ноябре месяц они с разницей там в неделю или иногда в месяц уходят с порта Санкт-Петербурга и с заходом в город Кейптаун, в порт Кейптаун они отправляются уже каждый по своему маршруту. По станциям они завозят личный состав, провизию, топливо и все необходимое. Вот, на этих судах есть свое авиакрыло в виде вертолетов. Непосредственно все погруженно-разгруженные пассажирские перевозки осуществляются с помощью вертолетов. Второй путь, более короткий и быстрый, это на самолете. То есть, с города Кейптаун, с аэропорта города Кейптаун до станции Новолазовская и станции Прогресс летает самолет Ил-76, он считается международным, он обслуживает не только нашу экспедицию российскую, но и индусов, австралийцев, китайцев, те, кто все рядом находятся. Вот, они также заинтересованы, они также пользуются этим видом транспорта. Вот, и человек с России, с Москвы или Санкт-Петербурга долетает до Кейптауна с пересадкой и дальше попадает на свою станцию и уже начинает там работать. Это уже те, кто в феврале, ну, тоже зимой состав уже на смену летит. Вот вы сказали, что интернациональная эта история, я знаю, что там 10 российских станций, правильно? И, я так понимаю, есть какие-то зарубежные. Насколько это, скажем так, станции, которые собраны на каком-то определенном клочке льда? Или это разбросаны по всему Кейптениту? В центре, непосредственно на Южном полюсе, у нас находится станция Амутсен-Скот. Это американская станция. В свое время, когда Антарктиду договор подписывали, распределяли территорию, так сказать, где какая станция будет стоять, вот Соединенные Штаты успели Южный полюс непосредственно точку занять. Советский Союз в то время занял другую точку, и потом, ну, это Южное геомагнитное поле считается, там находится станция Восток. И после недавнего времени последнее географическое открытие в 20 веке на планете Земля случилось, и открыли старое реликтовое озеро. Под станцией Восток нашли озеро Восток. Непосредственно российских станций, 10 из них, 5 это круглогодичные, то есть, работу там круглый год проводится, и 5 сезонных. Подсезонные, вот буквально недавно рассказывал, как и что происходит. Из круглогодичных это у нас Белинсгаузен, Мирный, Прогресс, Новолазерская, Восток. Из сезонных у нас Молодежная, Оазис Банглера, Дружная, Ленинградская и Русская. Не каждый сезон туда ходят, не каждый сезон там работают. В основном там стоит у нас автономное оборудование, и на эти станции периодически там раз-два в годы, бывает раз-три в годы, в зависимости от необходимости, лишь состав заход, для того, чтобы обслужить здание, обслужить какие-то технические помещения, технические сооружения, механизмы, для того, чтобы в случае работы на этой станции все как бы работало. Там есть запасы топлива, там есть запасы провизии, всегда двери закрыты, можно в любой момент заехать, заселиться, и, так сказать, как минимум 3-4 месяца поработать. А как в целом выглядит станция? Это что, из кирпича, из бетона, или это какие-то дубные конструкции, железные просто контейнеры? Непосредственно, ну, постройки на станциях, ну, у них есть общая концепция, общая концепция подразумевается то, что на выходе скальных пород, обычно на территории Антарктиды эти выходы скальных пород и свободно от льда пространство называются оазисами. Стараются, ну, в свое время советско-антарктическая экспедиция, когда территорию для станции подбирала, искала именно такие места. Чтобы не на льду строить, а на земле? Да, совершенно верно, потому как если на льду ставить тот же домик, модуль, балок, как мы привыкли, то буквально за 2-3 недели, ну, максимум месяц, его замечет снегом при первом же дульнике, и оттуда просто, ну, не выкопаться. Потому как вот первую станцию, которую разворачивали, станцию Мирно еще в 50-58 или 57-м году, первая комплексная антарктическая экспедиция, там в домиках предполагался еще люк наверху на крыше, для того, чтобы когда заметет, и причем после первых же недель зимы этими люками достаточно активно пользовались. Сейчас же мы до сих пор пользуемся наследием Советского Союза, такие станции, как Новолазерская, Мирная, Беллинсгаузен, их еще в то время были построены. Основная концепция постройки – это на сваях трубы, там 2-3 метра высотой, они вмурованы в скалу, и на этих трубах, на этих сваях уже щитовой дом, ну, естественно, с утеплителем. Причем они все так построены, что двери находятся с ненаветренной стороны, для того, чтобы во время порывов ветра можно было ее открыть. Все двери открываются вовнутрь, для того, чтобы в случае заметания снегом оттуда можно было выбраться. Ну, такие простейшие правила, они облегчают. Дальше на всех станциях есть дизель-электростанции, дизельные помещения, где непосредственно генераторы стоят. Есть отдельно, бывают и столовые, есть станции, где эти столовые совмещены, поэтому все станции, они, ну, не сильно, но друг от друга отличаются. Те станции, вот, «Прогресс», он уже в современной станции была построена, и вот буквально в прошлом году была введена в опытную эксплуатацию станция «Восток», новый взрывочный комплекс, потому что два предыдущих станции, они давно уже вмерзли в лед. Старая станция «Восток», она до сих пор действующая, но для того, чтобы туда добраться, надо нескольких десятков метров по снежным тоннелям пройти. Нынешнюю новую станцию «Восток» сейчас там проходит, вот, как я уже говорил, опытный ввод, опытная эксплуатация, и вот в этом году, вот, следующая экспедиция, которая пойдет, 70-е, туда уже полностью зимовый состав загрузится, и будут уже новые павильоны разворачивать, научные. Эту фотографию видел, сам, к сожалению, там не бывал еще, достаточно будет футуристично, как какое-то космическое поселение, где-то на далекой планете замерзши, очень, ну, фантастика, этим словом. А там вот вы ощущаете себя, как на нашей планете, или вот по ощущениям ты действительно оказываешься на далекой планете, где вокруг ничего нет? Я множество раз ловил себя на мысли, будучи там, на станции, когда работаешь, выходишь из домика, да, из балка, смотришь на пейзаж вокруг, и ощущение, что ты, ну, совершенно на другой планете, и как колонизатор. Ты понимаешь, что, как бы, не то, что ты даже понимаешь, в реальности есть, что вокруг на тысячи километров, вот, у вас горстка людей, возможно, еще соседи там, как в нашем случае индусы были, индийская станция в четырех с половиной километрах от нас стояла. Вот, кроме вас, ближайшие люди там, не знаю, полторы-две тысячи километров, возможно, находились. И пейзаж совершенно неземной, глазу не за что просто зацепиться, везде вокруг белая пустыня, холодная, и, естественно, нет ощущения, что ты на нашей планете, и что ты где-то далеко находишься, особенно учитывая то, что отдаленность от современных средств связи, что нельзя просто так взять, по видеозвонку позвонить, да, или еще что-то прям, хорошее такое, сильное впечатляет. А почему больше всего там скучается? Да, наверное, по каким-то обыденным вещам, того, чего нас лишили, мы же люди достаточно простые в этом плане, если вот оно у нас есть, мы по нему не скучаем, а если нас лишили, ну, там, вкусовые какие-то предпочтения, да, потому как там мясная диета. На одного полярника, одному полярнику в сутки необходимо потреблять в среднем 400,5 тысяч килокалорий. Много достаточно? Это много, да, потому как организм в постоянном стрессе находится, ветер, холод, ультрафиолет, сухой воздух, влажность там порядка 20-23%, и все эти аспекты заставляют организм стрессовать и много калорий потреблять. Почему именно мясная? Потому что, естественно, завезли бы фруктов побольше, овощей, да, и все это мы с удовольствием бы ели, но ситуация такая, то что они там портятся быстро, и любой завоз из таких скоропортящихся продуктов, ну, их хватает буквально, ну, полтора-два месяца. На два месяца хватает, ну, лук. Через два месяца лук только остается, потому что все остальное стараются быстро, ну, съесть, пока оно не испортилось. Такая же веселая история с яйцами. И чтобы те же яйца не портились, повар-технолог каждую неделю идет на склад, и каждое яичко переворачивает. И это традиция, это даже не традиция, необходимость для того, чтобы яйца не испортились. Потому что чем чаще ты их переворачиваешь, тем больше урядно, что оно не испортится. И очень приятно где-нибудь там в конце зимовки, в сентябре, да, когда там пароход уже полгода назад ушел, там по воскресеньям яичницу с беконом дают. И многие люди свои там определенные эти календары отслеживают именно там, кто-то по баням, кто-то по яичнице. Вот. И на фоне всего этого больше, наверное, скучает человек по каким-то вот, ну, обыденным вещам, там, зеленая трава какие-то, кому-то рыбки соленые хочется, кому-то там тех же сосисок хочется. Ну, достаточно в этом отношении все разнообразно, но желание сходится к одному, то, что хочется как-то разнообразить свои вкусовые ощущения или ощущения восприятия. Потому как жизнь и работа там очень размеренная. Человек в первое время по приезду, где-то, ну, наверное, месяц, он вот эту бурную энергию, которую он там на большой земле у него была, потому что здесь постоянно куда-то надо успевать. Ну да, в мегаполисе особенно. Да, там он эту бурную энергию в себе сперва гасит, борется с ним, потом постепенно к этой разменности привыкает и, ну, получает какое-то умиротворение и живет с этим. И вот на фоне всего этого там нет скуки по каким-то, ну, я даже не могу представить, почему может сейчас скушать. Естественно, это родные и близкие и вот какие-то вот ощущения, к которым ты на большой земле привык, но его тебя лишили, и теперь тебе хочется. А вот если вы едите много мяса, не знаю, овощи, которые нужны для организма, витамины, это все вам прописывают доктора, условно говоря, перед отъездом? Ну, в составе, зимой в составе есть два врача, есть врач-анестезиолог, есть врач-хирург. У нас там проходится медобследование каждый квартал. Нам дают витамины, но надо понимать, какие там условия, то, что те же, чтобы витамины хорошо усваивались, нужна, ну, вода хорошая, а там вода талая. Ну, то есть она пустая. Там лед растопили, или же из озера берешь, там со дна, да, все равно там талая вода. Вот. И польза от этой талой воды, как бы пустой, ну, очень маленькая, то, что ты витамины какие-то пьешь, она все равно все вымывается. вымывается кальций из организма в первую очередь, и там ногти хрупкими становятся, и отсутствие той же клетчатки, она тоже, как бы, ну, на здоровье неблагоприятно влияет. с этим только смириться надо, и, как бы, заранее готовиться, если человек имеет какие-то хронические заболевания, или острое какое-то восприятие к каким-то вещам, то, ну, просто не надо туда ехать, потому что, зная эти моменты в себе, и пройдя все равно там медкомиссию, да, потому что, ну, некоторые хронические заболевания обычной медкомиссии, как бы, не выявить. Приезжая туда с такими набором определенных проблем, как бы, ты создашь, во-первых, проблему себе, и создашь проблему своим коллегам. Потому как, если какое-то обострение случится, тебе там ничем не помогут. как бы, врачи есть, но они не для того, чтобы хронические какие-то заболевания лечить, и они могут быть и не специалистами в этом роде. Ну да, хирург, он определенный. хирург, он диабет не лечит никак. А вот, вы сказали, рядом с вами были индийцы, там, 4,5 километра индийская станция, а насколько налажена коммуникация между станциями? Можно ли поехать к соседям на какой-нибудь, не знаю, праздник, либо по какому-то другому поводу? Как передвигаются между ними? Ну вот, допустим, я к своей станции приду, сейчас расскажу про станцию прогресс, там, например, рядом есть китайская станция, есть индийская станция, все праздники, китайские, индийские, российские, празднуются в определенных станциях, там, если какой-то российский праздник, то коллеги из других стран поздравляют, какие-то совместные мероприятия проводятся, соревнования. Есть станция Белисгаузен, которая у нас в Суп-Антарктии находится, там у них очень тесное расположение, там рядом аргентинцы есть, чилийцы есть, у них там достаточно как, у них соседство буквально в сотнях метрах находится, то есть они там достаточно тесно общаются, плотненько. Дальше станция Мирной, ближайший, по-моему, Австралийцы, ну, до них там достаточно долго лететь, на станции Восток, ну, рядом нет никого. На нашей же станции, да, на одном уазисе стоит индийская станция, Май-3, добираемся, ну, когда сезон, когда тепло на улице, можно ходить, можно пешком добраться. Пешком или лыжи, или прямо пешком? Лыжи там, это не то средство передвижения, как бы оно там не котируется никак. Есть уазис, на уазисе нет и льда, то есть там сплошные камни, естественно, там ногу можно подвернуть, и поломаться можно, но эти риски стоит учитывать при передвижении. Есть там определенные тропы, более-менее сделанные. А если какая-то, это если, ну, не в одиночку, а какой-то, ну, там вдвоем, втроем, мимо проходя, к ним можно заглянуть. А если какие-то официальные, то налажена дорога через летник с помощью транспорта, ну, у них там автомобили, также мы там на автобусы все вместе сели, доехали до них, или они до нас. Мы их обычно приглашаем на свои праздники, они любят ходить у нас в баню, они любят у нас играть в бильярд, они любят у нас, мы всякие конкурсы проводим, дарим там валенки те же, варежки, они прям охотятся за нашими шапками. Интересно, вы сказали историю, что у нас есть баня, да, например, а у них нет, есть какие-то вот фишки станции, например, у кого-то есть, там, не знаю, может быть, кинотеатр, у кого-то, вот бильярд у нас, то есть у кого-то, может быть, там, боулинг, не знаю, у американцев. Ну, у всех, я на иностранных станциях, вот только у индийцев был, китайцам одним глазком заглядывал, у всех станциях быт и развлечение, они, ну, как дома привыкли, вот, с этим направлением сделали, допустим, могу четко сказать, с теми же индийцами сравнивать, у нас лучше, с медицинской точки зрения, ну, оборудование лучше, потому что они иногда к нам приезжают, там, свои зубы подлечить, или еще что-то такое сделать, у них, ну, не так сильно в этом отношении, они там таблетки, и я видел у них, называемый, так сказать, госпиталь, ну, достаточно, очень скромненько все, поэтому, когда что-то у них серьезное случается, они, как бы, едут к нам, подчиниться, так сказать, вот, мы к ним также за какую-либо помощь можем обратиться, потому как, есть они, есть мы, и друг у друга, только мы, так сказать, больше никого нету, и полагаться можем, в каких-то экстренных ситуациях, друг на друга, если мы внутри самой станции, не можем этот вопрос решить, но это какие-то глобальные вопросы, иногда бывает, аэродром чистить надо, ну, для посадки самолета, мы своими силами не успеваем, потому что сроки подходят, взлетку только почистят, его опять заметают, и вот тогда можно ребят попросить с соседней станции, они обязательно придут, помогут. То есть такая интернациональная дружба там действительно в действии. Кстати, интересно про ситуацию, у нас был коронавирус, да, какое-то время назад, самоизоляция, то есть там этого и не заметили, там как будто бы пожизненная самоизоляция, да? Ну, да, там интересен момент, то, что Антартида считается, ну, стерильным материком, потому как ни бактерий, ни грибков, ни вирусов там просто нет, они там не выживают, и когда полярники приходят, живут там какое-то время, их иммунитет, их организм постепенно стерилизуется, и любое воздействие извне, то есть сезон открывается, новые люди приезжают там поработать, то на месяц, то еще что, и тут же такая легкая пандемия по станции прокатывается, ну, с чем оно связано, с тем, что, ну, там температура чуть-чуть поднимется, у кого-то насморк случится, или еще что-то такое легкое, это все связано с тем, что завозят вирусы, завозят бактерии люди, мы соприкасаемся, и наш иммунитет начинает тут же вступать в реакцию, потому что за время нахождения там он просто, ну, обленился, так сказать, вот. А, не знаю, вот едут экспедиции в Африку, их прививают, каких-то болезней, которые есть в Африке, понимаешь, что на Южный полюс никаких дополнительных прививок не делают? Нет, к сожалению, все это надо, так как мы по пути в Антарктиду пересекаем тот же Африканский континент, заходим, и такие прививки, как от малярия, желтая лихорадка, это все необходимо. У меня достаточно толстая папка с различными медицинскими справками, обследованиями, сертификатами, и прежде чем туда поехать, это надо пройти обучение по морской подготовке, пройти медобследование, пройти обязательные прививки, потому что это не просто купил билет и полетел, там надо достаточно большой пакет документов собирать. Как устроен быт на станции? В каком плане? Вот вы проснулись, у вас там безлимитный душ, воды много, есть ли там стиральная машина, как в пионерском лагере, каждый, не знаю, готовит раз в неделю, или есть профессиональный повар, кто там убирается, какие бытовые вещи? Начнем, наверное, с простейшего, с того, что график работы, вообще режим пребывания, он обусловлен, ну, общий для всех в том плане приема пищи. У нас есть там повара, у нас есть дизелисты, достаточно большой контингент различных специалистов, и у нас общее одно, то, что приемы пищи, у нас есть завтрак, обед, ужин, обязательные приемы пищи, все в это время встречаются, завтрак, обеды, ужины. дальше уже идут уже разделения, то есть, те же механики дизель-электростанции, они работают посменно по 12 часов, то есть, они не опираются ни на что, вот они смену отработали, отдежурили, отцепной, выходной отдежурили, и так в течение года. Допустим, наука. Смешно звучит выходной, что-то делать выходной. Вот, у него свои какие-то личные дела, есть там, штанину подшить, я не знаю, на горку сходить, новости почитать, послушать. Потом, допустим, есть научные работники, да, там, допустим, тот же азонометрист, вся его работа измерения связана с солнцем, то есть, солнце встало, он пошел на замеры, солнце село, замеров нет, зима, солнца нет, замеров нет. Есть у нас инженер по оптическим приборам, в простонародье как астроном. Его работа связана с основным, с небесными телами. Небесные тела у нас по ночам, особенно луна, альбедо луны, все это связано, вот, его работа, его режим работы привязан к ночи. Дальше, есть сейсмологи, сейсмолог, который ни к чему не привязан, у него есть аппаратура, да, я бы сказал, 7,7, 7,24, вот, у него есть аппаратура, есть мониторинг, землетрясение, постоянно, нет землетрясения, отдыхает, есть землетрясение, работает, также, и так со всеми, там, эколог, у него там своя работа, механики, никуда ездить и надо, обслуживают технику, надо куда-то поехать, все, на неделю уехали, куда-то приехали, так со всем. Дальше касаемо тех же душа, постирушек, банных процедур, как таково, понятия безлимитной воды, там нету, вода там не то, что лимитирована, она жестко лимитирована, есть у нас определенный запас пресной воды, той же талой, но если его безлимитно начинать использовать, то как бы она быстро закончится, там нет превышенного нам водопровода, всю воду она забирает машина, цистерна, и развозят отдельно по домикам, то есть, два раза в неделю привозят, там буквально, ну, два с половиной, три куба воды на эту неделю, также все отходы, которые все это собирается, уводится специальный агрегат, который все это чистится, то есть, нельзя просто взять, выйти куда-то, тот же мусор, пакет или еще что-то выкинуть, потому что там в этом отношении очень непривычно, там везде чисто, до такой степени чисто, что диву-дивишься, а потом привыкаешь к этому, и здесь даже просто пока урну не найдешь, ничего не выкидывается, хотя это как бы, ну, вполне в норме правил должно быть, все это собирается, сортируется металл, отдельно стекло, отдельно металл, стекло потом прессуется и вводится сотнам обратно. То есть, весь мусор ввозится на большую тему? совершенно верно, все это собирается, те же технические отходы, даже если нечаянно механик, чиня какой-то транспорт свой, пролил там ведро масла на землю, ну, на грунт, все это посыпается опилками, потом весь этот грунт вынимается, вычищается и так же увозится. То есть, за экологией там не то что бдят, там очень сильно следят. Та же баня, раз в неделю все это прогревается, все это готовится, но это как бы обязательно на наших станциях. По стирушке тоже во время бани, собираешь свои вещи, стираешь, сушишь, как бы, сушилки там отдельно нет, потому как влажность воздуха низкая, и буквально в течение там нескольких часов вся одежда полностью высыхает. Вот он плюс. Да, вот он плюс. Дальше, приемы пищи у всех, ну, одинаковые там, завтрак, обед, ужин, какие-то праздники совместные, государственные, дни рождения, также мы в коллективе все празднуем. Ну, в том плане то, что коллектив небольшой, сплоченный, и все делаем вместе. Радуемся вместе, печалимся вместе. Бывает иногда, конечно, надоедим друг другу, разойдемся, недельку один там погрустишь, похожий, или наоборот отдохнешь и возвращаешься в коллектив. И за, как бы, психологический, ну, моральный, психологический фактор и состояние человека очень важен. И в кругу, в коллективе все постоянно друг за другом следят. Ну, какой-нибудь психолог там есть на станции? Психолог, психолог там, начальник станции психолог, или врач-анестезиолог психолог. Кто себя назначит психологом, тот и психолог. Нет, как такого психолога нету. Просто, в большинстве своем где-то процентов 70 из всего состава это уже опытные полярни, которые не в первый раз идут. Где-то, ну, 25-30 процентов это новенькие, ну, те, кто в первый раз. И те, кто уже с опытом, они наблюдают, смотрят, если какие-то моменты происходят, они подскажут, направят в нужное русло, потому что в тесном коллективе сразу видно, какой есть человек, он как бы, здесь же вот на большой земле можно достаточно долго скрывать свое какое-то нутро, а там, ну, месяц, полтора, два протянешь, потом оно все равно выйдет наружу, образно говоря. и за всем этим следят, как бы, просто смотрят, чтобы какой-то моменты не выходили за рамки дозвольного и не доставили проблем окружающим, потому как все мы зависим друг от друга и вокруг всего этого и все строится. Хочется спросить еще про температуру, это, ну, как будто бы, вот, обывателю самый опасный фактор, но как там она ощущается? Вы привыкаете к этому холоду или к этому невозможно привыкнуть? В Антарктиде холодно, как бы, да, я скажу, там холодно. Есть у нас станция Восток, на котором был мировой рекорд по минус 89,2 градуса, да, это вот в конце 80-х годов было зафиксировано, а так, в среднем, зимой минус 80, минус 82 градуса, ну, как бы, легко. А как вот, во что вы одеваетесь? Сейчас, наверное, современные материалы, вряд ли это какие-то, ну, меха натуральные. Ну, да, современный материал, вот, непосредственно, это на станции Восток так холодно, на прибрежных станциях потеплее, там, за то пребывание, что я был на станции Новолазерска, она считается прибрежной станцией, самое прохолодное было, наверное, где-то минус 39, минус 40. Но вся опасность там не в температуре воздуха, так как температура воздуха низкая, но из-за того, что влажность очень низкая, холод, он не так сильно ощущается, например, в средних широтах, где влажность достаточно высокая. Самое экстремальное, там ветер. Ветер дует с такой силой и так постоянно, что это опасно. в среднем ветер на той же станции Мирного, там 220 с чем-то дней в году дует ветер. В среднем он дует порядка 15-17 метров в секунду, это, ну, это нормально. На такие вещи никто даже не обращает внимания. При скорости ветра 35 метров в секунду уже как бы запрещено выходить из кают. То есть, он может сдуть буквально? Тут и сдуть может, во-первых. Во-вторых, сдуть вряд ли, конечно, но упасть человек может. Пока будет падать или упадет, он может причинить себе травму. Самое опасное, он заблудиться может. В том плане, то, что ветер, он не просто дует, а он дует вместе с крошками льда и снега. Это белая мгла, допустим, руку вытягиваешь и как бы кончиков пальцев уже не видно. И в этом и опасность. И, ну, просто-напросто в такой погодных условиях запрещено выходить. У нас были порывы ветра до минуса, до 47 метров в секунду. Порывы ветра были. Самый ветреный станция считается, по-моему, Ленинградская. Там, нет, вру, русская. Станция русская, там был рекорд поставлен, по-моему, 72 или 78 метров в секунду порывы ветра были. Это как бы очень сильно. И отличие. Например, если здесь, даже при температуре минус 30 градусов в Москве, мы снимаем перчаточку, через сколько рука начнет мерзнуть? Ну, пройдет определенное время. Минуты, возможно, даже десятки минут, когда мы уже непосредственно рука замерзнет. А там, при таких порывах ветра, даже вот на улице будет минус 25, снимаешь перчатку где-то через секунд. Ну, 10-15 уже не холод ощущается, уже боль ощущается в том плане, что уже все начинает замораживаться, обмораживаться. В этом и отличие. И одежда соответствующая. В основном вся одежда предназначена, чтобы не пропускать ветер. И главное умение одеваться в такую погоду, это чем больше слоев, тем лучше. И поверх всего вот у нас есть такой костюм ветрозащитный, поверх всего одевается этот костюмчик, лицо закрывается балаклавой, глаза закрываются лыжной маской, капюшон, несколько слоев перчаток и в принципе не страшно. В такой одежде здесь можно на улице прям в сугроб упасть и как бы и спать и ничего с тобой не случится. И пропотеть. И пропотеть, да. А там это как бы и один из интересных моментов, то что там настолько привыкаешь постоянно одеваться и раздеваться, потому что это не просто там оделся в сапоги и вышел. Нет, там любой выход на улицу это там минут 15-20 вот по тени, так сказать, пока все это оденешь, выйдешь, что-то там поработал, приходишь, что-то себя снимаешь. Бывает еще если активная работа внутренней уже части, они уже промокли. Вот. А здесь вот долгое время тоже не мог привыкнуть к тому, что ну просто курточку накинул и вышел как бы в каких штанах там майки, футболки, просто куртку накинул и пошел на работу, потому что на улице не холодно. Там как бы такой маневр бы не прошел. Я понимаю, почему-то у меня девушка, они бы собирались еще дольше, чем 15 минут. Про современные технологии, про интернет. Насколько там вот наш привычный образ жизни, когда ты не выпускаешь гаджет из руки, ты в соцсетях постоянно, с кем-то в переписке, видеосвязь, так понимаю, там этого нет? Там есть такой момент, то, что можно забыть про соцсети и про гаджет, гаджет используется как фотоаппарат. Хотя виси соцсети, мне кажется, с Южного полюса было бы прикольно. Ну да, вот допустим, я свой канал в Телеграме я ввел. Опять же, это достаточно сложный момент, какие-то большие фотографии приходилось ужимать, какие-то видео тоже очень сильно приходилось ужимать, отправлять их одним способом, чтобы человек, который у меня администратор находится на большой земле уже по-другому загружал. Интернет там есть, но он в большей степени предназначен не для каких-то развлекательных целей, а в большей степени предназначен для рабочих нужд. То есть, отправить какие-то данные, отправить показания, письмо написать или еще что-то. Главное, плюс современных технологий в том, что там есть мобильная связь СОТВ. По поводу работы, чем вы там конкретно занимались? Работа у меня достаточно обширная была в том плане, что я широким фронтом пошел. На сезоне у меня были запланированы рекоменцировочные работы на станциях Молодежной, Прогресс и Мирной. И уже на зимовку большая работа запланирована была на станции Новолазерская. В большей степени вся моя работа заключалась в подготовке и в модернизации оборудования. Первая станция сейсмическая появилась на станции Мирной в 58-м году. Она там создавалась в первую очередь для того, чтобы мониторить землетрясения в Южном полушарии и мониторить испытания атомных бомб. Далее, в 62-м году на станции Новолазерская также запустили опорную сейсмологическую станцию. И две эти станции существовали для того, чтобы сильные землетрясения во всем земном шарике мониторить. Также мониторить землетрясения посредством на континенте в Антарктиде. Ледовые подвижки мониторить. Мы про пингвинов так чуть обмолвились. Каких животных там можно встретить? Может быть живут там с вами собаки, я не знаю, нет? Нет. Ну, раньше в первое время, в первые годы, десятилетия освоения Антарктиды уже в современности были эксперименты, были моменты, когда люди привозили собак, люди привозили кошек. Ну, после того, как увидели, что собаки иногда нападают на пингвинов, кошки иногда нападают на пингвинов, ветром кошку сдуло, потом не нашли, ветром собаку сдуло, потом не нашли, и на фоне всего этого уже на международном уровне все это запретили. Даже были в истории случаи, когда пытались на станциях держать свиней, ну, как бы, мясо, да, отходы, жизнедеятельности, продукты питания, помои, одним словом, все это есть, и почему бы нет? Ну, в итоге от этого тоже отказались, сейчас по международному договору с Антардидой запрещается что-либо вообще вывозить и запрещается завозить, включая даже рыбы, гуппи, и грунт какой-то, потому что с этим грунтом для цветочков можно завести какую-нибудь патологию, потому как там отдельная экосистема, в котором живут пингвины Адели, в котором живут императорские пингвины, морские леопарды, морские тюлени, там птиц морских. А насколько вы, не знаю, видите этого пингвина вблизи, то есть понимая их трогать нельзя, подходить к ним нельзя? Да, их трогать нельзя, подходить к ним нельзя, но то же самое не можем им запретить мы. Подходить к вам, да? Да, те же пингвины Адели, они очень живые, очень любопытные, и по своим они перемещаются в большинстве своем в количестве нескольких, толпой, вот, увидев человека, человека они воспринимают как того же пингвина, только чуть-чуть ненормального, и в какой-то непонятной шкуре, в перьях, но такой же пингвин, и они как бы не боятся подойти, посмотреть, полюбопытствовать, иногда прям прибегают всей толпой, пытаются там что-то я не знаю, объяснить, что-то вытребовать. Есть императорские пингвины в этом отношении конечно ведут себя подобающее своему названию, у них вечно гордо поднятый клюв, вот, держатся обособленно, не подходят, к ним подходить категорически запрещено, особенно к императорским пингвинам, колониям, потому как они могут высаживать даже до яйца, и когда человек подойдет, он может напугать, и яйца просто или разобьются, или еще что-то. К тюленям также подходить нельзя, не за то, что мы их напугаем, а потому как тюлень, он там килограмм 300, тушка такая, он может легко повредить человеку что-либо. Конечно, он лежит максимально отстраненно, и будто тебя не видит, не замечает, но в любой момент у него зубы крепкие, может легко ногу прокусить, еще что-то сделать. С этой целью нельзя просто подходить. Есть птички, есть особенная такая птица, поморник, у него там размах крыльев метр двадцать почти достигает, это единственная птица, которая до южного полюса долетает, и вот они достаточно наглые, наглые, очень хитрые в своих способах и методиках добывания еды, они бывают, когда ребята иногда подлетной рыбалкой занимаются, и для того, чтобы рыбу украсть или вытребовать, они бывают перчатку украдут, бывают шапку выкрадут, и обменивают его на рыбу, или отвлекающий маневр, пока его собрать, и там таскают у человека рыбу. А рыбу можно прямо поймать и усилить, скажем так, рацион, да? Да, можно, хотя у нас как бы тут же горбушу, киту, мента, и все это привозится в замороженном виде прямо с Камчатки, но ледянка очень вкусная рыба, его ловят, натотень, тоже достаточно вкусная рыба, ловят подо льдом, правда, до него еще добраться надо, потому что зимой толщина льда может до двух метров достигать. Это уже непосредственно на стыке с водой, да? Да, на срезе это обычно этим балуются и на станции прогресса и станции мирной, потому как у них прямо на срезе с водой и вполне можно все это организовать. Та же станция Новолазовская находится порядка 90 километров до воды, потому что идет оазис, дальше идет шельфовый литник, там толщиной от 200 до 400 метров и до воды, до среза воды, до барьера, так сказать, порядка 90 километров. А у рыбалка отличное хобби, а чем там еще можно заняться, например, в свободное время? Какие-то глупости приходят вроде катания на коньках, я не знаю, то есть, какие-то увлечения там есть? Ну, у каждого при хорошей погоде, ну, как я обычно делал, при хорошей погоде можно погулять по окрестностям. опять же, обязательно с товарищем, обязательно с определенными вещами, там провизия, медпомощь, самопомощь, ну, это все с собой надо брать, как только за. Дальше люди спортом занимаются, теннис, бильярд, ну, настольный теннис, есть тренажерный зал, они на всех станциях, оборудование по-разному, но на всех станциях есть. Кто-то саморазвитием занимается, там, английские языки учит, кто-то просто на гитаре учится играть, кто-то песенки, ну, песенки поет я не встречал, но вот все, что я сейчас перечисляю, я встречал. Кто-то занимается, там, какими-то рукоделиями, кто-то на дереве вырезает, каждый старается занять свой мозг. Спасибо, спасибо большое за этот интересный рассказ про этот удивительный, да, край, да, на котором вряд ли кто-то, еще из наших зрителей сможет побывать, но вот так вот с вашей помощью переместиться, послушать было очень любопытно. Спасибо.